по-моему неудачная какая-то лопатка не очень удачно покажи чтобы не покупал никто мы два раза копнули она уже умерла не работает не работает расстройство долго искали место вся кто бы занята блин все полноводие нашли вот такой под горой очень много гадюк сейчас будем раскидываться ты не си меня река про облака за крутые берега где поля мои поля где леса мои леса ты какая душевная песня первый раз будем ставить шатер дай покажу какой чуть такой быстрого заводной вот такой сейчас будем пробовать лёха дно и в самого дна ну вот вот он с дна начал или не с дна не там оси все проще это вытаскиваем давайте из чехла все лучше посмотрим что у нас на дне нет вот тебе дно раскрывает в этот сос да все правильно вот надо на дно ставить это вот это пустить заходить подержите и красавчик нет не сложно на самом деле очень легкая конструкция до этого собирал еще хуже шатры где надо было соединять как трубки каркас а потом сверху натягивать чехол но это прям вообще легкая взял просто потянул собрал идеально лёха вот такой штуки сможешь потом развесить красивый шатер до такой же внутри сидеть ты был веса хватит снаружи снаружи за застегивается же есть чик столик пошел сейчас покажу самого бессовестного человека самого главного который не хочет помогать а уже спит он устал рулить устал рулить нет не устал устал только сел можно разложились он только сел и вот такую палатку еще на пробу у нас будет надувная тоже первый раз будем ставить потихоньку разбиваемся да сейчас он бумажку посмотрим как это бывать ничего сложнее мне кажется она сама встанет вырастает потихоньку такая кракозябра вот две штуки накачали две поперечные сейчас будет дальше стандартная палатка это вообще как вот домище блин да ангар блин все две комнаты темные раз и два наши хоромы матрасы надуваем смотри как сейчас вот еще два таких будет у а а а а и и и и ну хоть комаров нет ничего ребят хотим рассказать вам что с нами произошло в первую ночь когда мы только приехали на место мы спокойно отужинали и поняли что начинает подниматься ветер нам не показалось эти страшным мы легли спать я в районе где-то пол второго ночи просыпаюсь до того что у меня палатку начинают поднимать так сильно что я готов взлететь до небес у меня приходит гола мысль а что с шатром который мы установили где находится наша кухня где мы недавно ужины я выглядываю из палатки вижу что он немножко покосился но все еще стоит так как мы его прибили очень сильно к земле я подумал что не надо за него переживать все будет хорошо но буквально через 10 минут ветер еще усилился мою палатку начало приподнимать и я думаю шатер уже точно улетает я смотрю а он и правду летит уже в воду я в чем спал выбежал да я в чем был выбежал это я был шортах босиком и просто в одной футболке выбежал спасать этот шатер он уже был в воде на уносила дальше в итоге я схватил его да почти гадюки нам мне были уже не страшны вообще никакие пофиг на них в итоге я его схватил я начал нести к лагерю это буквально метров двадцать нами было я думаю ребята наверно спят не буду их будить самого сложу спокойно и все но понимаешь что там у нас столы стулья еда наша на ближайшие дни пока мы здесь коньяк пиво все тоже может улететь я спокойным легким голосом говорю ребята не спит может поможете тишина я повторяю еще раз ребят нужна помощь шатер улетает я слышу голос да 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 сейчас и в этот момент выходит алексей мне помогать я вышел и мальца офигел реально ураганища да можно было просто шатром улететь в небеса надо было его держать мы его быстренько сложили остальных разбудили все еще не понимали что происходит один с товарищи спал вообще всю ночь даже не проснулся в итоге мы все быстренько и рвали до герой в итоге мы все быстро убрали растаскали по палаткам по машинам но это был даже вообще мы поспали всего лишь три часа на 4 за ночь это было нереально мы все свои палатки усилили как только можно но после того как мы это пережили через там наверное часов 8 в обед следующего дня с ветер стих и мы начали ценить что за тиши и это шикарно солнышко штиль это просто здорово видимо нам такое испытание дали что мы понимали куда мы приехали природа сильная штука так что ребят будьте аккуратнее всегда привязывайте пока любите . надо есть за счет него держалась да и так то веса мне вообще было мало телепала туда-сюда укачивала как в люльке какой-то рыбалка в астрахани рыбалка в астрахани оказывается это не лопата это гарпун вот это мероприятие вот и кончилась палатка задача остановились на месте нету дров ищем дрова ходим в деревне дают нет сказал поищет но никто в газ везде через спрашивали все спрашивали дрова не спрашивали жарко мы стоим вообще прям там вообще дров нет там даже в астрахани есть пробки давайте друзья не надо не бибик и пугать пошли 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 спасибо большое купили нам дорожку баранов прогнали да понятно пожалуйста мы дорогая доставка дров купили говядину на рынке утром тут ходила блин глаза смотрел картошечка мне кажется лучше немножко не дожарить самомой к видим какие были такие купили там прям был ценник был некрасивые огурцы так вот и не скажешь что ночью было до 3 градуса минус 18 жуткий ураган который уносил паланку а вот кто носит кстати тапки с носками вот он человек вот этот вот вот он ищите его на мамбару это он сделали сколько сколько ты его жарил то получается да по 15 минут каждый шампун даже нет нас ну даже можно 10 там как бы перегла на быстро переворачивать потому что на таком солнце палящим очень быстро все короче мясо бомба вообще просто сделали только утром ходил кто-то его закололи по ходу говядина и прям очень нежные мясо до жарской просто своем соусе перчик мы просто раз были брали говядину ой говядину свинину мы брали делали то шашлык это лучшие шашлыки которые мы ели потому что но прямо только только на гуляла мычал и все деревенская без хрюкала химозы какой-то короче здорово микрофон нормально меня вопрос большой к виталику зачем-то уничтожает доширак ты в день всегда есть почти потом не доширака зачем ты это делаешь следующий вопрос следующий вопрос зачем ты уничтожаешь картошку быстро приготовления следующий вопрос у меня вопросы кончились а по и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пошел DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok